Я считаю, что право номер один – это право человека на самореализацию. Это очень и очень глубоко. Потому что, как правило, человек не имеет возможности раскрыть свой потенциал. А что такое потенциал? Это то, что в тебя заложено природой, наследственностью. Это твои заданки, это твои стремления, это твоя судьба. Это твой, может быть, еще не ослабленный, но тем не менее, внутренне существующий, внутренне действенный выбор. Нужно помочь человеку себя проявить. С тем, чтобы он себя, этот человек, нашел в этом мире. Как писал Пастернак. И те, кому я доверял, я с давних пор уже неверен, я человека потерял с тех пор, как семья он потерян. Люди не могут найти себя. Так? Вот это очень важно. Люди не могут найти себя, они не могут найти смысла своего существования в этом мире, и они пропадают, они гибнут. Они не раскрываются. Это одна из величайших трагедий нашего времени. Эта трагедия усугубляется. Так, самореализация, самораскрытие, самоутверждение. Как понять себя? Очень часто человек направляет по руслу ему внутренне чуждому. Очень часто человека ломают. Но это делается не специально, это делается в силу того, что система не учитывает необходимости. Всматриваться в человека. Самореализация. Я бы сказал так, если говорить о терминах религии. Каждый человек пришел в этот мир, не сделает себе некий божий замысел. Этот замысел должен быть реализован. Тогда люди будут счастливы, тогда люди будут защищать полноту существования. А сейчас они несчастны. Я понимаю, что суперализация иногда может казаться невозможной, если у человека большие амбиции. Но надо искать какие-то эквиваленты. Надо встретиться к тому, что человек состоялся. Человек должен состояться, осуществиться, сбыться. Это его право. Право сбыться, осуществиться, самораскрыться. Это первое. Второе. Право человека на участие в жизни целого. Сейчас я хочу это пояснить. Прежде всего я замечу, что здесь имеется очень широкая амплитуда, широкий спектр. Человек имеет право на анхоредство. Человек имеет право на полную изоляцию от общества. Он может замкнуться и целиком уйти в себя. Да, пожалуйста, это его право. Но альтернативой здесь будет что? Это участие человека в жизни целого. В общем, целое может пониматься разномасштабно. Это целое твоего родного города, целое твоей родной страны, целое универсума, целая ноосфера. Что это означает? Это означает, что философия прав человека должна обязательно включить в себя диалектику части целого. Мы части, мы элементы. Так вот, часть может и должна быть связана с целым. Часть должна нести в себе это целое, отражать это целое. Тогда человек будет реально ощущать свою причастность к жизни, свою включенную в жизнь. Сегодня этого нет. Сегодня, скажем, в нашей стране люди полностью отчуждены от власти, от управления страной. Они в стороне. Их не допускают к этому. Это неправильно. Я считаю, что дорогоправство это единственная верная система власти. А что такое дорогоправство? Это без всяких утопий. Это причастность каждого к жизни целого. Сегодня это право подавляется. Сегодня делается все для того, чтобы человеку этого права не дать. Это нетерпимо. Нетерпимо. Так. Еще раз смотряю. Право человека влиять на жизнь. Третье. Вот если первая тема моя была связана с позитивом, раскрытие своего смысла, своего смысла внутреннего, глубинного, то есть смысла своей жизни, да, этот аспект брался позитивный, аспект брался креативный, творческий, то вот в третьем пункте я бы взял момент альтернативный. Это право на реализацию критического потенциала разума. Человек по природе своей призван критиковать существующее положение вещей. Это соприсутствует человеку. Еще раз повторяю. Человек праве быть довольным тем, что есть. И человек праве быть недовольным тем, что есть. Если он недоволен, он критикует существующее положение вещей. Он хочет это положение вещей преодолеть. Или теоретически, или практически. Он высказывается. Высказывается прямо. Вплоть того, что его не устраивает. Мы должны вспомнить сегодня вообще традиции критицизма. Мы должны вспомнить три кантовские критики. Мы должны вспомнить Карла Попера, который говорил, что критика – это форма существования разума, бытия разума. Разум и есть критика. Ну, я сейчас ставлю проливу очень больную. Потому что право на критику подавляется. Подавляется в корне, в принципе. Власти не нужны люди критикующие. Власти не нужны люди типа адапрямс. Помните такой термин в советских времен? Это ненормальная ситуация. Ситуация опасная в том плане, что она мешает развитию общества, мешает прогрессу. Нужно любить критику. Вообще любить состояние критики. Это состояние культивировать. Это крайне важный аспект. Право на критику – это фундаментальное право. Это не связано с конъюнктурой политической. Это не связано с моментом. Это фундаментальное. И поэтому это право должно быть осмысленно. И как-то оно должно, это право, быть вербализовано. О нем надо сказать ясно и четко. Четвертый момент. Неприкосновенность личности. Неприкосновенность личности. Право на эту неприкосновенность. Ну я помню времена, когда в прослушке телефонов были нормы. В первой ситуации писем была норма. Возможно, что это сейчас уже все воспроизводится. Это ужасно. Если мы вернемся в атмосферу советско-чекистских лет, это ужасно. Я пока не могу утверждать, что такой реверс имеет место. Но какие-то симптомы этого есть. Я хочу немножечко расширить это представление о неприкосновенности личности. Личность должна быть защищена от разных форм порабощения. Ну вот советские годы. Это идеологическое порабощение. Это идеологическое рабство. Очень многих людей загоняли насильные вреды КПСС. Даже беспротивных требовали чего? Ну какой-то верности делам партии. Дослаждались единомыслия. Это ужасно. Ужасно. Но сегодня такого идеологического рабства нет. Хотя элементы его начинают проявляться. Проявляться. Скажем, вот ты должен быть поборником Единой России. Поборником идеи Единой России. Хотя на виде это не густо. И вообще, если они так, и тебя с руком тянут в эту партию, или с руком тянут, он голосует за нее. Это ненормальные все симптомы. Но бог с ними. Я сейчас говорю о другом. Стала явной, очевидной новая форма рабства. Это информационное рабство. Это зависимость человека от информационного воздействия. Прежде всего, с этой стороны телевидения. Это абсолютно новая угроза. Конечно, она и раньше назревала. Но когда в нашей стране была какая-то конкуренция каналов, когда Яркий Киселев работал на НТВ, а не бездарный Павловский, был какой-то выбор между хотя бы комментаторами. Они, эти комментаторы, говорили на разные голоса, а сегодня какой-то ужасно скучный и нудный унисон везде и всюду. Идет обработка человека. Незримая, неявная, но обработка. Что такое обработка? Это ломка человека. Ломка человека. Это грубейшее нарушение его права на самостоятельное мышление. Назрела новая, будем уже длитально опасная болезнь. Именно в нашей стране. Российская Федерация это полигон новой формы рабства. Я подчеркиваю, уникальность этой ситуации. Не будем здесь, скажем, брать пример Китая или Корею. Там другая ситуация. Там идеологическое рабство. Илогическое рабство. Илогическое рабство родственное идеологическое. Но это несколько другая форма. Илогическое рабство имеет больше степени и свободы, чем идеологическое рабство. Оно не такое прямое, оно не такое наглое. Но может тем самым оно еще и более опасное. Илогические путы разорвать легче, чем информационные путы. Вот чем беда. Сегодня наш народ полностью дезинформирован. Это страшно. Информационное рабство это дезинформация человека. Люди едят в то, во что едить, никак нельзя. Но они не способны сбросить эту пелену. Прорваться сквозь эту пелену. Это огромная проблема. Проблема непроизоляции личности от этого информационного прессинга. И так надо бороться с информационным рабством. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова